Мысль, которую я не проговорила, почему мы рисуем, почему мы должны рисовать это автопортреты, это не то, не из-за того, что мы так сильно себя любим, мы должны рисовать себя любимого. Совершенно нет. Для тех, кто любит портрет, хочет освоиться в портрете, для того идея личных автопортретов через зеркало, она просто идеальная. Если у вас есть, конечно, человек, который вам готов целыми днями позировать по несколько часов в день, постоянно, я за вас рада, что у вас есть такой человек, и что у него красивое, даже самое главное, не красивое лицо, а живописное лицо, что его писать хочется. Тогда я за вас рада, вообще суперотлично, пишите этого человека, тренируйтесь на нём. Но часто так выходит, что нарисовать-то некого, или человек соглашается, что типа да, да, давай рисовать, нарисуй меня, а сам не выдерживает, потому что сидеть позировать это тяжело, человек не выдерживает. Всё, мы остались без натурщицы, натурщика. Я хочу очень сильно нарисовать с натуры Игоря, но об этом пока и речи не идёт, потому что он вообще не способен высидеть. Вот. Ребёнок мой ещё маленький, а даже когда подрастёт, ей это тоже будет очень скучно. Кого мне рисовать? Подружки все мои далеко, подружек толком нет. Кто бы мог позировать, тем тоже, допустим, некогда. Ну, кого рисовать? Приходится тренироваться на себе. Так что идея автопортрета для нас, для нас художников, художников, которые любят портрет, хотят освоить портрет, идея автопортретов, она отличная.